Считает она, видишь? Красная лампочка загорела, значит... Привет всем, друзья! Здравствуйте! Рядом... А, я Миша, Майкер, но снимают, естественно, Блайя, потому что он уже герой. Половину задачи выполнил, вышел из достаточно непростой группы. Тут, в принципе, все, наверное, группы непростые. Как тебе удалось выйти из группы? Привет! Привет! Как удалось выйти из группы? Ну, когда сказали, что Бу-1, я дзенки по 5 копеек, я как так, Бу-1, у меня в группе Двазерга и Теран. Думаю, ну, ну хорошо. Играл со Сливка, выиграл. Причем там, ну, то есть, оба так, максимум сейв-комплит там. Ну, вообще, никто не халявил, потому что все боялись. Вдруг пропушат, это же ЗВЗ, полный рендом. Выиграл с Сливка, потом играл с Хэппи. Я забыл, что Талдорим другой. И на другом Талдориме не закрыться тремя квинами, тремя санками и двумя эволюшинами от этого, от гелионов. И он на пофиг проехал 8 гелионов. Все порубало. Минус все рабы. Ну, такое. Мелочь. Я потом еще минут 15 сопротивлялся, но меня пушили, 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 пушили. И в конце концов убили. И с Лайвзергом. Это вообще была жесть. Играли на Клосс-позиции, на Шоттера Темпл. Это вообще полный рендом. Там можно улынить, там можно не улынить. Там можно перехалявить и потом за это получить по чайнику. В конце концов вышло как. Я пытался пропустить с бэйнами, он отбивался с бэйнами. Собаки вначале пытались пробежать ко мне на мейн. Я тактически оставил два бэйна у себя на базе. Точнее на рампе. И два бэйна убили приток собак. Считай, получил небольшое преимущество. Доделал рабов. И потом он начал стандартный ЗВЗ. Роучи, на роучи. Никто не халявил. Все делали мазрачей, Т2, скорость. В конце концов я выиграл, потому что рачей там было на 3 штуки больше всего. А считай, бились под его базой. То есть это преимущество ему, так как при варп, ой, при варп. Приплод юнитов, считай, там 2 квины уже по 8 штук всегда. Но я стал удачнее, я стал клином, а он стал в ряд. И считай, у него половина рачей била по одному, потом по второму. И за счет того, что у меня была удачная позиция, я просто приплод, приплод, делал рачей, сделал и добил. У тебя плюс один еще, кажется, был? Нет. Как нет? Нет. Я видел эволюшн, был плюс один? Эволюшн был плюс один, газа не было, жаба давила. Это невозможно. Я нажал, у меня газа не хватило, я потом думал, а, не надо. Я видел, как он доделывался в самом конце вообще, перед атакой, думал, ты как раз ее и ждал. Это у него было? Походу у него. Я помню, что я, жаба меня залдавила сделать плюс один, я сделал скорость, то есть там рисково было делать. Отлично. Сейчас будет плей-офф, вроде как все выходят, вот единственный андердарк, да, удивил, наверное. Я знал, что у него очень хорошо против террано, я сразу говорил, что ему нужна террано, ну то есть стрелка братка он убить может. Ну, он уже убил и стрелка, и братка. Вот, они сейчас играют как раз, у тебя варкафтерское прошлое, да, было вроде, на ВЦГ ездил. Сейчас уже можно сказать, что ты и Старкрафт успел попробовать, так довольно, тысяч так пять попробовал раз. Разница между играми какая? Вот чисто для тебя? Между играми? Огромнейшая. В Старкрафт быстрее надоедает. Быстрее надоедает Старкрафт? Ты это понял после пяти месяцев и пять тысяч игр, да? Не пяти месяцев, уже, считай, почти год. Почти год. Ну, бета. Там бета две тысячи почти. А потом я так начал чуть-чуть поигрывать. Может быть, он тебя надоедает, потому что ты играешь по сравнению с Варкрафтом раза в два в три больше? Нет. Я варик играл столько же. Ой-ой-ой, он меня пугает. Так, хорошо, ладно. Надоедает, значит, тебе Старкрафт. Девайсы, давай, простой вопрос. Девайсы старенькие. Ой, старенькие. У меня мышь, которую я выиграл в Аут Сити лет пять назад. G5, которая работает до сих пор, заменил ножки. Отлично работает. Два ковра, Quick Heavy. А у вас нет девайсного спонсора? Нет. Два ковра Quick Heavy Steel. Один большой такой, раскидистый, а на нем маленький. И чтобы маленький не ездил, я его вложу на большой и играю. И руке удобно, и мышке удобно. Отлично. И клава у меня жесткая. 39 гривен, Microsoft. Такая, чтобы можно было об стенку ударить и не бояться. Ясно. Но ты не пробовал, наверное, ударять об стенку. Только наушники. Наушники не выжили, наверное, да? Да, наушники за штуку гривен не выжили. Жалко, конечно. В плей-офф выходит восемь игроков. Соответственно, ты один из них уже. С кем меньше всего хочется играть? Не хочу с тиранами. Их слишком много. С первого места выходит Happy. Касс. Нет? Не знаю, с первого ли. Он про... А, Касса второго выходит. Underdark выходит с первого. Happy Zerg выходит с первого. Остальное я не знаю. Но все равно много. Там либо браток, либо стрелок выйдет. Вместо выход? Не, не, не. В принципе, Теранов. А. Выходит либо браток, либо стрелок. Плюс Касс. И хэппи. И хэппи. Да. Да много получается, много. В любом случае придется с тиранами играть. Что-нибудь заготовленное, специальное, приготовленное? Против Теранов у меня заготовлен из последних тренек лоу-стрик такой штук 20. И кривая застройка на новом Талдариме, да? Вообще тебе не передать. Причем прикольчик в том, что я вообще планировал приехать, проиграть и уехать. Потому что я перед этим так жестко послевал везде. И думал, приеду. Такой пессимизм был. Ясно. Ну, хочется пожелать тебе удачи и не расслабляться, потому что зергов мало. Нас много. Мы повсюду. Вот. Говорили, что личинки надо фиксить. Видишь, сколько уже в топ-8? Да, много получается. Протусов меньше всего выходит, да? Underdark. Ну, хорошо. Спасибо тебе за небольшое интервью. Надеюсь, что мы с тобой еще пообщаемся. Если хочешь, можешь что-нибудь сказать фанатам или спонсорам, или бабушке, кошке. Кошка есть? Кошка есть. У каждого зерга должна быть кошка, я считаю. Стопудово. Кошка тащит. У меня есть ноут, на котором шпилит только кошка. Котяра моя. И кому же ты хочешь передать привет? Я хочу передать привет Ане. Я хочу передать привет своими родителям. Спасибо им, что они меня не сильно отвлекают, пока я шпилю. Потому что это очень сильно решает. Так как, ну, за это уже все время, они уже научились, что ко мне в комнату лучше не входить, если я шпилю. Я сам выйду. Там, ну, дошло до такого, что принесли покушать тихо и оставили, и все. То есть, тренировка, годы тренировок. Я хочу передать привет своим спонсорам, Касперскому. У меня тоже. На спине есть, на спине есть. Касперскому, Watercooling, Laura Hotels. Мы любим спонсоров. Короче, всех спонсоров, которые спонсирую, благодаря им я. Ну, тут и т.д. и т.п. И на Лана я езжу. Скоро на DreamHack поедем. Кстати, команда едет 6 человек. То есть, нормально. Ну что ж, еще раз пожелаю тебе удачи, мочи всех. Пока.